Ага, как вкусно покушать, да и все, а посуду опять на меня оставили. Ну ладно, пока домываю, посмотрите новый выпуск «Готовим сами». Там вас ждут несколько сюрпризов и хороший рецепт к новогоднему столу. Этот выпуск необычен тем, что сегодня у меня сразу два гостя. Во-первых, кого давать на кухне в четыре руки, мы будем с бизнесменом, генеральным директором торговой сети Петровский Владимиром Петровским. Владимир Калыч, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что же сегодня мы будем готовить и где мы взяли этот чудесный рецепт? Рецепт. Мы разыграли розыгрыш среди наших покупателей и у нас есть победитель. Победителем является Дмитрий, наш покупатель, который и рецепт которого мы и будем сегодня готовить. Дмитрий, мы попросим вас пойти к нам на кухню. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что у вас сегодня день рождения, мы хотели бы вас поздравить. Сразу будет все очень приятно. Дмитрий, расскажите, что это был за конкурс, какой рецепт выбрали и почему именно его? Это был розыгрыш ВКонтакте. Нужно было оставить комментарий к посту со своим любимым рецептом, с инструкцией по приготовлению. Я постарался показать свой любимый рецепт, который я готовлю с семьей каждой новогодней праздники. Это блюдо называется ветучине с семкой в сливочном соусе. За продуктами, конечно, отправляемся в магазин торговой сети Петровский. Список продуктов таков. Паста фетучини, семга, сливки, чеснок, оливковое масло, красная икра и пармезан. Главному блюду мы с Дмитрием задумали приготовить греческий салат, поэтому в корзине у нас также оказались овощи. Это огурцы, болгарский перец, томаты, свежий салат, а также сыр фета, оливки и готовая заправка. Гуляя между витрин с продуктами, не смогли не остановиться у такой красоты. Сейчас в Петровском буквально можно купить новогодние настроения, а также подсмотреть кучу идей для праздничного декора дома. Итак, наша корзинка почти полная. Не хватает только главного ингредиента – семги. Мы посоветовались и решили взять рыбу, которая свеже засаливается прямо здесь. Что ж, за весь набор продуктов на два блюда – это паста с семгой и греческий салат – мы заплатили чуть более полутора тысяч рублей. И еще 10% кэшбэка вернулись на бонусную карту Снегири. Теперь пора возвращаться на кухню и приступать к готовке. Дмитрий, у нас есть все ингредиенты. Чего нам начать? Что кому делать? Расскажите. Я думаю, Наталья, вы сделаете салат греческий. Он попроще. И думаю, что с салатами больше дружат девушки. Правильно. Да. А Владимир Клавович будет готовить фетучини с семгой в сливочном соусе. Владимир Клавович, вам нужно нарезать семгу крупным кубиком, отварить фетучини непосредственно пасту, натереть сыр пармезан. Я думаю, лучше начать все же с того, чтобы поставить пасту на наварку. Включаем клеточку. Воду мы уже нарезаем. Сейчас нагреваем воду и будем засыпать пасту. Владимир Клавович, расскажите о том, вот, ваш бизнес напрямую связан с продуктами, с едой. А какую роль она играет в вашей жизни? Любите ли вы сами готовить? Любите, может, какие-то рецепты там пробовать, привозить? Ну, наготовить у меня не хватает времени. Вот. Да, я люблю готовить, когда мы на природе. Да, летом я с удовольствием. Барбекю, гриль. Я этим занимаюсь. На природе это интересно, а дома, к сожалению, не хватает времени для того, чтобы этим заниматься. Поэтому особо любимых блюд у меня нет, потому что я уже стараюсь придерживаться здорового питания. И это достаточно простые, незатейливые блюда. Ну, я знаю, что вы много путешествуете, наверняка ведь пробуете блюда разных стран. Что-то привозите сюда, что-то из этого влияет на то, что появляется потом на прилавках ваших магазинов? Да, конечно. Я с удовольствием езжу. Мне нравится путешествовать. Ну, и, понятное дело, что профессиональный, так сказать, интерес в этих поездках я удовлетворяю. Постоянно смотрю, постоянно привожу оттуда какие-то интересные продукты или интересные блюда. Вот на данный момент то, чем компания занимается и хотим мы достичь здесь достаточно больших успехов – это хлеб и это наши замечательные пироги. Потому что, путешествуя по Европе, я наблюдал, что достаточно хороший хлеб лежит на прилавках. Вот такой мягкий, с хрустящей корочкой, оно как в песне поется. Вот. И нам очень долго не удавалось этого добиться. Вот как мы только этого добились, у нас стало получаться. Но вот пандемия нам немножечко сейчас подпортила, пришлось все упаковать. Сейчас хлеб в упаковке, и понятно, что хрустящей корочки нет. Уже упаковка мешает получить вот этот настоящий, свежий, ароматный хлеб. Хлеб – это не единственное, что вы производите сами в своей торговой сети. У вас ведь там и молоко есть, и еще что-то. Расскажите об этом. Как вообще, с чего это началось? Почему вы решили, что нужно продавать что-то местное и собственного производства? В компании есть комбинат продуктов питания, мы его так называем. Это достаточно большое производство. Кроме хлеба, пирогов, мы там производим кондитерские изделия. Это тортики, пирожные. И достаточно большое уже производство полуфабрикатов и готовой еды. Я так понимаю, что именно этому и посвящен, скажем, фраза, которая сегодня на ваших фартуках? Да, да. Мы позиционируем то, что мы торгуем свежими продуктами, продуктами, которые произведены в нашем регионе, местными продуктами, для того, чтобы питание наших покупателей было наиболее разнообразное и наиболее полезное. Вот мы начали этим заниматься. В этом году ваша торговая сеть исполнилась 27 лет. Это достаточно солидный возраст. Расскажите о том, как прошел этот год, который был для всех непростым. И вообще, последние 5-7 лет, когда в Архангельск активно заходят другие федеральные сети, что помогает не просто выживать, удерживаться на полу, но и конкурировать с ними. Ну, давайте сначала про заход федеральных сетей в наш регион. Да, это достаточно сложная ситуация для нас, для того, чтобы мы могли не только выжить, а еще и развиваться, что мы успешно и делаем. Здесь мы поставили себе задачу отпозиционироваться. Мы торгуем свежими продуктами, а все наши федеральные конкуренты пусть торгуют баночками. Поэтому мы и развиваем направление продажи свежих продуктов, таких как хлеб, кондитерские изделия с коротким сроком, хранение. У нас есть в компании собственная ферма молочная, которая производит молоко. И мы это молоко продаем у себя в сети под торговой маркой из Лебовского. Ну, то есть конкуренцию мы можем создать федеральным коллегам? Да, мы сейчас, понимая, чем надо заниматься, мы спокойно конкурируем. Нас уже это не пугает. Что касается первого опроса этого года, да, действительно, год для нас сложный. И он сложен тем, что очень сложно нашим сотрудникам, которые работают в магазинах на переднем краю, чисто психологически очень сложно. Потому что они контактируют с очень большим количеством покупателей ежедневно. И понятное дело, что персонал, особенно в начале, да, в начале пандемии, чувствовал себя не очень в эмоциональном плане комфортно. И мы всячески занимались поддержкой, эмоциональной поддержкой нашего персонала. Все, вода у нас закипела. Мы сейчас будем туда загружать пасту. Возьмем примерно 8 таких штучек. Так, я думаю, что можно уже... Через минутку можно будет добавлять фиточини к нашей семге. И сразу же добавить сливки. Нагрев нужно снизить для того, чтобы сливки не пошли хлопьями. То есть нам нужен красивый соус, чтобы получился, чтобы он обволок все блюдо. Здесь есть такая замечательная кастрюля. Сейчас я попробую с ней справиться. Вот, вот. В виде друшлака. Вот, сейчас водичка стечет. И мы попробуем переложить наше фиточини. Соединить с семлей. Добавляем сливки. Сливки закипают. В это время нужно перемешать. У меня сливочки начнут закипать для того, чтобы соединить блюда. Ну, все-таки Новый год, да, и вот эти вот предновогодние дни – это время какого-то чуда, да. Все равно есть такое ощущение, какая-то атмосфера, что вот что-то произойдет. И это время подарков. У вашей торговой сети есть какие-то, может быть, предновогодние акции? Все к Новому году. И магазины мы постарались украсить. Все очень красиво, замечательно. Приходите, выбирайте. Ну, а для тех, кто не может сам купить себе подарок, мы сейчас с помощью наших покупателей организовали сбор подарков в магазинах для тех малоимущих семей, для тех, кто не может сам себе купить. Ну, что ж, мне кажется, наши блюда готовы. Дмитрий, расскажите, насколько это приближено к тому, что вы обычно готовите дома с семьей? Выглядит просто потрясно, на самом деле. Прекрасно подходит под новогодние праздники. И чтобы побаловать семью, это нужно, это нужно всегда делать. Баловать семью. Ну, Дмитрий, мы сегодня тоже хотим вас немного побаловать, потому что вы не только победитель конкурса рецептов, но и именинник сегодня. Поэтому мы с Владимиром Клавичем приготовлю вам небольшой подарок. Да, Дмитрий, вот я хочу вас поздравить с днём рождения. Вот, очень здорово, что так совпало, что сегодня вам именно сегодня день рождения. И хочу подарить наш замечательный пирог. Вот, это производство нашей компании. Вот, это рыбник, или как на севере говорят, кулебяка, кулебяка с палтусом. Очень замечательный, вкусный, так как раньше это выпекали на севере в русской печке. Мы постарались сделать точно так, как это было издревле. Поздравляю. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое от Тракуфина Петровский. И вам, в частности, Владимир Клавович. Вот. И для того, Дмитрий, для того, чтобы вы почаще приходили к нам в магазин, я хочу еще дополнительно подарить вам подарочную карту. Вот. Номинал вам тысяча рублей. По этой карте вы можете на тысячу рублей купить у нас в магазинах продукты. Держите. Спасибо большое. Поздравляю. Ну, мы надеемся, что этот рецепт, это облюдо оценят и наши зрители. Мы сейчас будем пробовать то, что у нас получилось, а вы ловите рецепт. Субтитры сделал DimaTorzok